Слишком глубоко засела в российской элите память о нарушенных Западом обещаниях не расширять НАТО на восток. Если протесты продолжатся, их участников вполне могут объявить внутренними террористами или кем-то в этом роде. Чайни Трамповские времена на дворе. Когда мужчина открывает дверь машины перед своей женой, у него либо новая машина, либо новая жена. Оказывается, на одном из островов Вануату принца Филиппа считали богом. Здравствуйте, уважаемые зрители. Звонок Байдена Путину. В последние дни именно это событие взахлеб обсуждают украинские и российские СМИ, уделяя ему, на наш взгляд, непропорционально много внимания. Но обо всем по порядку. 13 апреля президент США Джозеф Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Как сообщает сайт Белого дома, в ходе разговора они обсудили ряд региональных и глобальных проблем, в том числе намерения США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов, контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении сроков действия нового договора СНВ. Президент Байден дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибернетические вторжения и вмешательство в выборы. Кроме того, Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Глава Белого дома выразил озабоченность по поводу, как значится в сообщении, внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность. А дальше самое интересное. Цитата. Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией. Реакция постсоветской прессы на предложение Байдена провести встречу с Путиным оказалась шаблонной и замешанной скорее на эмоциях, чем на здравом рассудке. В России многие обозреватели писали что-то вроде «Байден испугался нашей мощи и предложил встречу, поняв, что лучше договариваться по-хорошему». Ну а в Украине риторика СМИ традиционно разделилась. Алармисты принялись причитать о том, что Россия и США договорятся о судьбе Украины без Украины, а свидетели секты Америка с нами стали твердить о том, что отец наш родной Байден наконец-то отгонит кровожадного Путина от наших границ. Разумеется, риторику украинских и российских СМИ я описал утрированно, но смею вас заверить, если отжать из нее воду, смыслы получатся примерно такие. Тем интереснее на фоне этой пропагандистской мишуры задаться вопросом о том, каковы же в действительности будут приоритетные темы для обсуждения американского и российского президентов. Мне представляется, что тема Украины будет в их перечне далеко не на первом месте, а пресловутые истории о российских хакерах, вмешивающихся в американские выборы, вообще не будут обсуждаться всерьез. Ключевой вопрос российско-американских отношений сейчас крутится вокруг взаимодействия РФ с Китаем. Как вы помните, пару недель назад в одной из прошлых передач мы освещали визит главы МИД России Сергея Лаврова в КНР. В ходе него российский министр заявил о необходимости отказа от западных платежных систем и постепенного сведения к нулю использования американского доллара во взаиморасчетах. Позднее, уже на текущей неделе, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в России не исключают возможности отключения от систем Visa и MasterCard из-за санкций. Причем надо заметить, что это заявление было сделано вполне спокойным тоном, по которому можно было понять, что в Москве готовятся к подобному сценарию. Таким образом, в России явно готовятся к отключению от западных платежных систем и не в одиночку готовятся, а вместе с Китаем. Для США и глобалистских структур вроде МВФ из этого следуют два важных вывода. Во-первых, отключение от SWIFT, которым на Западе вот уже восьмой год пугают Россию как самым страшным видом санкций, через какое-то время станет для Москвы сравнительно безболезненным. Это значит, что рычаг санкционного давления ослабнет и единственным способом сдерживания России, которое администрация Байдена декларирует в качестве одной из основных своих целей, станет прямая угроза войной. Впрочем, решиться на последнюю будет крайне сложно, учитывая ядерный потенциал РФ и ее все более тесную кооперацию с Китаем. Во-вторых, западные платежные системы рискуют в одночасье потерять российский и китайский рынок. Причем потерять навсегда, так как в случае добровольного или продиктованного санкциями отказа от них, их место в РФ и КНР займут местные аналоги. Это обстоятельство, подкрепленное снижением доли доллара во взаиморасчетах России и Китая, способно пошатнуть позиции американской валюты в качестве резервной. И это при том, что за администрацией Байдена, как мы знаем, стоят именно финансисты с Уолл-стрит. Возможно, именно поэтому в американской прессе в последнее время все чаще появляются рассуждения о том, как бы оторвать Россию от Китая, предложив ей некие уступки, будь то по Украине или другим спорным вопросам. Однако сомнительно, что в Москве согласятся на подобные уступки, даже если Байден их предложит. Слишком глубоко засела в российской элите память о нарушенных Западом обещаниях не расширять НАТО на восток. Подробнее о том, что же могут обсудить Байден с Путиным, поговорим с политологом, директором Украинского института политики Русланом Бортником. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Данил. Байден позвонил Путину, вот о чем-то они договорились и было предложено встретиться в ближайшее время. Как говорит Энтони Блинкен, в ближайшие несколько недель может пройти эта встреча. Как вы считаете, о чем будут говорить президенты двух стран? Ну, очевидно, что эта встреча имеет срочный характер. То есть это ургентная встреча и, скорее всего, на повестке дня будут стоять, в первую очередь, те проблемы, которые сегодня волнуют всю международную общественность. А потом уже те проблемы, которые традиционно обсуждаются между Россией и США. То есть Украина, Северный поток-2, взаимодействие между Россией и США в отношении Ирана, Афганистана, в меньшей мере и Сирии, это то, что будет, наверное, стоять в первую очередь санкции, санкционный режим. Взаимодействие в сфере противодействия терроризма, оно достаточно богатое, оно сохраняется до сих пор, это взаимодействие. Службы регулярно обмениваются информацией, помогают вылавливать нехороших бородачей в разных регионах. И это первый блок. Ну и второй блок, это в целом американо-российские отношения, обвинения в мишене в решительстве выборов, взаимодействие, веяние в действии с Китаем, взаимодействие с международными организациями, расширение или не расширение НАТО, ограничение вооружений. То есть действительно широкий круг вопросов. Хотя, действительно, именно Украина, мне кажется, стала спусковым крючком для организации этой встречи и сам фактор организации этой встречи. Безусловно, это тактическая победа России, потому что еще недавно Байден называл Путина убийцей, и американские элиты давали сигнал, что вообще нечем и не с кем в России говорить, не о чем с ними говорить. А по итогу состоялся звонок Байдена и приглашение на эту встречу, на которой стороны будут обсуждать многие вопросы с позиции поиска общих интересов, а не принуждения к какому-то одному миропорядку. Вот что, я думаю, будут обсуждать. Изначально, когда прозвучал этот звонок между Байденом и Путиным, я говорил о том, что вопрос встречи от двух до шести недель, и много кто улыбались и не верили. Очевидно, что для этой встречи стороны должны выполнить определенные условия, чтобы она состоялась. И то, что американские корабли не идут в Черное море, это, наверное, одно из предварительных условий для организации этой встречи. Что должна сделать Россия, пока не до конца понятно, но я думаю, что на этот период до встречи Россия, наверное, взяла тоже обязательство не наращивать давление, военное давление, политическое давление на Украину из того, что сегодня проистекает. Все плавно движется к встрече, но мы сегодня подвешены за эту встречу. И это очень плохая позиция для нашей страны, поскольку теперь все вокруг нашей страны будет зависеть от того, как пройдет эта встреча. А встреча может быть провальной по итогу, и по итогу эскалация может вспыхнуть еще с большей силой по итогу этой встречи. Вот знаете, Руслан, вы только что перечислили ряд направлений, которые могут обсуждать Байден с Путиным, и я поймал себя на мысли о том, что противоречия по большинству из них, но они практически непреодолимы. То есть мне трудно себе представить договоренности по какому бы то ни было из этих направлений. Ну, например, по санкциям или там по Украине, чтобы одна из сторон отступилась от своих позиций. А как вы считаете, возможно ли какие-то конструктивные договоренности, или же после этой встречи каждый останется при своих? Я не думаю, что есть непреодолимые противоречия. Я думаю, что решение этих противоречий требует признания со стороны США факта наличия российских интересов, в том числе геополитических интересов, и признания факта того, что необходимо с Россией договариваться, как с партнером, пускай даже младшим партнером, но с партнером. То есть он требует смены внешнеполитической парадигмы США в отношении России. И да, для этого очень сложно. Хотя это нельзя сказать, что это невозможно. В 2008-2014 году мы видели, что находили точки остановения, находили понимание. Как раз похожие администрации, похожие на ту, которая сегодня в США. О чем могут договориться, сложно сказать мне, но я не исключаю, что стороны смогут договориться по Северному потоку-2, смогут договориться по иранской ситуации и смогут достигнуть какого-то перемирия ситуативного по Украине. Вполне вероятно, вероятен запуск нового переговорного постоянного формата между США и Россией. Какой-то новый 2 плюс 2, не знаю, 4 плюс 4 по итогу. И вполне вероятно, что США могут присоединиться к тем переговорным платформам по Украине, которые существуют. Например, Нормандская четверка, или будет создана новая переговорная платформа, или вопросы будут перенесены в Совет Безопасности ООН. То есть договоренности вполне возможны. В любом случае, я думаю, что стороны заявят о том, что договорились о противодействии терроризму. В любом случае, стороны напомнят о договоренности по СНВ-2. Есть позитивные аспекты, о которых сторонам легко договариваться. Ну, в общем-то, эти договоренности по СНВ, они же служат такой рамкой, как бы красными линиями, за которые стороны сами определили себе не выходить, то есть чтобы не скатиться к ядерной войне. А все, что ниже этих линий, как бы может не только обсуждаться, но и может предприниматься. Говоря о переговорных форматах, мне вот вспоминается встреча Путина с Трампом несколько лет назад. И о ней тоже многие говорили о том, что вот начнется некий новый диалог, новый переговорный формат будет учрежден. И в итоге так ничего и не получилось. Администрация Байдена в этом отношении выглядит гораздо более воинственной, чем администрация Трампа. Поэтому не знаю, вот получится ли, как вы думаете. Я думаю, что на самом деле у Байдена шансов договориться с Путиным намного больше, нежели было у Трампа. Трамп весь период своей работы вынужден был доказывать, что он не агент кремлян. И мы видели, что санкции, которые во время Трампа введены в отношении России, они на порядок больше и тяжелее, нежели санкции времен Обамы и Байдена. Но нет необходимости объясняться, нет необходимости доказывать, что он не какое-то там животное. И поэтому у него более развязанные руки, и он более способен договариваться с Путиным, если это соответствует американским интересам. А мне кажется, что сегодня, знаете, США в какой-то мере растеряны и растеряны, а Европа испугана возможными военной эскалацией в Украине, возможным применением силы России, военной силы в отношении Украины. И это не в интересах больших компаний, которые стоят за правительствами этих государств, потому что это означает дестабилизацию рынков. И поэтому я думаю, что политики будут пытаться делать шаги, направленные на нормализацию отношений. Ну что ж, я благодарю вас за беседу, Руслан. Спасибо вам, Данил. В конце прошлой недели в США был опубликован ежегодный доклад национального разведывательного сообщества под названием «Ежегодная оценка угроз». Как практикующий политолог, каждый год я жду выхода этого документа с нетерпением, так как он лучше, чем любые публичные заявления, позволяет прогнозировать политику Вашингтона в отношении его основных геополитических противников. Для этого достаточно взглянуть на то, что в докладе названо угрозами, исходящими от иностранных государств, и понять, что на протяжении как минимум следующего года вся внешнеполитическая, экономическая и военная мощь Соединенных Штатов будет работать на подрыв этих действий. Кроме того, оценки, представленные в подобных докладах, как правило, довольно трезвы и беспристрастны. В них минимум пропагандистских штампов и совсем нет эпатажных заявлений, рассчитанных на широкую аудиторию. Если говорится о том, что военно-политическая, технологическая или экономическая мощь кого-либо из геополитических конкурентов США растет, значит, так и есть. В этом отношении нынешний доклад нацразведки США не менее интересен, чем предыдущие. Основным конкурентом и угрозой в нем вполне прогнозируемо назван Китай. Раздел, характеризующий исходящие от него угрозы, называется довольно характерно «Китайский натиск с целью стать глобальной державой». Общая характеристика китайской политики, представленная в нем, звучит следующим образом. Цитата. Коммунистическая партия Китая будет продолжать свои общегосударственные усилия по распространению влияния Китая, подрыву влияния Соединенных Штатов, вбиванию клиньев между Вашингтоном и его союзниками и партнерами и внедрению новых международных норм, благоприятствующих авторитарной китайской системе. Однако китайские лидеры, вероятно, будут искать тактические возможности для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном, когда такие возможности будут соответствовать их интересам. По оценкам сотрудников Офиса директора нацразведки США, Китай сохранит свою основную инновационную и промышленную политику, потому что китайские лидеры считают эту стратегию необходимой для уменьшения зависимости от иностранных технологий, обеспечения военных достижений и поддержания экономического роста, и таким образом обеспечения выживания КПК. Прогноз основных действий Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ближайшие годы включает сохранение напряженности на китайско-индийской границе, запугивание конкурентов для обеспечения собственного контроля над Южно-Китайским морем, давление на власти Тайваня с целью подталкивания их к воссоединению с КНР и осуждение любого взаимодействия Тайпея с Вашингтоном. О взаимодействии КНР и РФ в докладе сказано лишь то, что ключевыми направлениями в нем для Пекина являются военная и экономическая сферы. Кроме того, по мнению американской разведки, Китай продолжит реализацию проекта «Один пояс, один путь», несмотря на возникающие на его пути трудности. В этой части доклада явно прослеживается намерение американской стороны противостоять китайскому инфраструктурному проекту. Что же до приоритетной сферы противостояния с Китаем, из доклада становится понятно, что в качестве таковой США видят технологическую сферу. Цитата. Китай будет оставаться главной угрозой технологической конкурентоспособности США, поскольку КПК нацелена на ключевые технологические секторы и собственные коммерческие и военные технологии США и связанных с ними компаний и исследовательских институтов, связанных с оборонной, энергетикой, финансами и другими секторами. Пекин использует различные инструменты от государственных инвестиций до шпионажа и воровства для развития своих технологических возможностей. Из этого следует, что основной мишенью американских санкций и торговых ограничений в рамках разворачивающейся холодной войны с Китаем станут китайские технологические компании. А значит, новые скандальные нападки на Huawei, TikTok и другие корпорации практически неизбежны. Данное утверждение подтверждается другим важным пунктом из доклада. Цитата. По нашим оценкам, Китай представляет собой обширную и эффективную угрозу кибершпионажа, обладает значительными возможностями кибератак и представляет растущую угрозу влияния. Помимо этого, в американской разведке отмечают, что в ближайшие годы Китай будет развивать разведывательные сети и сети влияния для поддержания своих растущих геополитических амбиций. И если Китай в докладе называется основным геополитическим и технологическим конкурентом США, то Россия в нем описана как государство, представляющее наибольшую угрозу американским интересам военными и околовоенными средствами. Вот, например, характерная цитата. Мы полагаем, что Москва будет использовать целый ряд инструментов, особенно компании влияния, разведывательное и контртеррористическое сотрудничество, военную помощь и совместные учения, операции наемников, убийства и продажу оружия для продвижения своих интересов или подрыва интересов Соединенных Штатов и их союзников. Мы ожидаем, что Москва будет вмешиваться в кризисы, если на карту будут поставлены интересы России. Она может превращать вакуум власти в кризисных зонах в возможность, если ожидаемые затраты на такие действия будут низкими. Также, по мнению американских разведчиков, Россия, вероятно, продолжит расширять свое глобальное военное, разведывательное, охранное, коммерческое и энергетическое присутствие и налаживать партнерские отношения как с союзниками, так и с противниками США. В первую очередь, развивающееся стратегическое сотрудничество с Китаем для достижения своих целей. Интересно и то, что Россию в докладе называют ключевой кибер-угрозой. Цитата. По нашим оценкам, Россия останется главной кибер-угрозой, поскольку она совершенствует и использует свои возможности шпионажа, влияния и кибер-атак. В числе государств, угрожающих интересам США, в докладе американской нацразведки также традиционно упомянуты Иран и Северная Корея. В целом же документ дает понять, что в ближайший год внешняя политика Вашингтона будет развиваться в инерционном русле. Россию американцы будут обвинять в военной агрессии, шпионаже и кибер-атаках, против Китая будут вводить технологические санкции и содействовать его противникам в регионе, а Иран и Северная Корея по-прежнему выступают в глазах американского политического класса этакими обителями абсолютного зла. Тем временем в украинской внешней политике все более отчетливо прослеживается турецкий вектор. 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Турции, где встретился со своим коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Это уже четвертая встреча Зеленского и Эрдогана за два года. До этого украинский президент посещал Турцию в августе 2019 и в октябре минувшего года, а Эрдоган прилетал в Киев в феврале 2020-го. Накануне приезда Зеленского турецкий президент созвонился с Путиным, с которым обсудил Донбасс. Официальным поводом для визита назвали участие в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. Список тем почти не отличался от того, что обсуждали полгода назад. Во время переговоров Зеленский и Эрдоган по официальной версии обсудили ситуацию на Донбассе, сотрудничество в военной сфере, платформу по возвращению Крыма, соглашение о свободной торговле между двумя странами и сотрудничество в сфере туризма. Основным интересом украинской стороны в ходе этой встречи, вероятно, было приглашение турецкого руководства на саммит Крымской платформы, который в Киеве планируют провести 23 августа накануне 30-й годовщины независимости. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Главная идея Крымской платформы по замыслу украинских дипломатов состоит в том, чтобы поднять в международной информационной среде тему необходимости возврата полуострова под контроль Киева. Ввиду того, что перспектива возврата Крыма Украине представляется призрачной, основная цель запланированного мероприятия – пиар Владимира Зеленского внутри Украины в качестве президента, который не забывает о Крыме. Международных партнеров крымская платформа может заинтересовать только в той степени, в которой они намерены использовать прецедент Крыма для давления на Россию и введения новых санкций против нее. Однако это скорее касается США и Британии, а не Турции. Особенно если учесть то, что в России уже пообещали считать участие иностранных государств в крымской платформе посягательством на ее территориальную целостность. На протяжении нескольких предшествующих лет мы уже не раз могли убедиться, что политика Турции в отношении России заключается в желании сохранить сотрудничество в отдельных сферах при очевидном несовпадении интересов в других. В отличие от американской или британской политики в отношении Москвы, ее нельзя назвать жестко конфронтационной. Что же до интересов Турции во взаимодействии с Украиной? Одним из них являются продажи Киеву хваленых турецких беспилотников и кооперация в вопросе их производства, о чем Эрдоган практически открыто заявил в ходе встречи с Зеленским, цитата. «Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате 2 плюс 2 главы МИД и Минобороны двух стран. Таким образом мы усилим координацию между нашими странами. Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны». Еще одним очевидным интересом Турции является заключение соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Как мы уже рассказывали в одной из предыдущих передач, в настоящее время Украина имеет положительное торговое сальдо с Турцией. Однако показатели турецких поставок в нашу страну растут существенно быстрее, чем поставки наших товаров в Турцию. Кроме того, налицо технологический дисбаланс. Украина продает в Турцию в основном зерно и товары первичной переработки, а закупает оттуда в том числе машины и оборудование. Таким образом, заключение соглашения ОЗСТ в настоящий момент было бы гораздо более выгодно для Турции, чем для Украины. Вероятно, именно поэтому в Киеве с ним пока затягивают. Говоря о международно-политических последствиях очередного визита Владимира Зеленского в Турцию, нельзя не упомянуть, что вскоре после него Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Многие СМИ оценили это решение как прозрачный намек Анкареи с Кремля о том, что ей не стоит слишком форсировать развитие сотрудничества с Киевом в военной сфере. Однако 12 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что власти приняли это решение из-за тревожной эпидемиологической ситуации и оно никак не связано с прошедшими переговорами Зеленского и Эрдогана. О том, что послужило основной причиной для запрета авиаперелета в период начала курортного сезона, мы можем лишь догадываться. Но справедливости ради стоит отметить, что политический фактор здесь все-таки не исключен. Здравствуйте, господин Даниль. Естественно, отвечая на ваш вопрос, вы сказали скрытые интересы. У Эрдогана очень далеко идущие планы в плане реализации своей туранской доктрины. Украина для Турции самая лучшая платформа для ведения, я бы сказал, такой политики экспансии в постсоветском пространстве. Еще сейчас появилась Украина и в том числе Крымская платформа. Он, Эрдоган, будет использовать этот маневр, этот кризис для того, чтобы вести дальше свои торги с Москвой, поскольку у них уже открылась большая площадка, открылась большая возможность для того, чтобы вести какие-то взаимозащиты. У них в Ливии есть вопросы с Россией, у них есть в Ираке, у них есть в Сирии, именно в провинции Идлиба. Сейчас появилась Украина. Поэтому в этом плане доктрина туранская Ордогана, она хорошо вписывается именно в украинско-российский кризис, который сейчас, я бы сказал, идет к эскалации очень серьезной. Это с одной стороны. Понятно, что Ордоган будет использовать этот кризис для того, чтобы развивать свой военно-промышленный комплекс. Он предлагает помощь, я бы сказал, не помощь, а сделки хорошие по совместному производству образцов с украинской стороной. Это очень важно сейчас, поскольку надо учитывать очень серьезный фактор. Турция является вторым государством по мощности военной помощи в Альянсе, в НАТО. Поэтому в этом плане будет еще использовать механизм НАТО для оказания давления на Российскую Федерацию. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, у него очень широкий спектр для того, чтобы ввести свою, уже как мы говорим, скрытую войну для оказания давления на Москву. А вот, говоря о Крымской платформе, мы уже слышали заявление российской стороны о том, что участие любых официальных представителей иностранных государств в этом саммите будет восприниматься в качестве посягательства на территориальную целостность. И мы знаем, что Турция, с одной стороны, склонна где-то конфликтовать с Россией, но где-то и договариваться. Ее отношения с Россией не такие конфликтные, как, скажем, у той же Британии или у Соединенных Штатов. И как она будет действовать в этой ситуации? Пошлет ли она своих официальных представителей на саммит Крымской платформы? Или, может быть, попытается как-то выкрутиться, возможно, послав туда представителей общественных организаций или еще кого-то? Я даже не говорю, что уверен, но я склонен к тому, к первому варианту, что Ардуган, знаете, вернемся чуть назад, был сбит самолет, военный самолет в сирийском кризисе в 15-м году. Также был убит посол России. Очень явно, очень, как говорится, цинично. Вот, кстати, эти нюансы, они были причиной для, наверное, в любое время, это казус, были для военного конфликта. Несмотря на это, Москва поглотила это все, потому что она знает серьезность конфликта в регионе, потому что у границ с Российской Федерацией конфликт с Турцией является, я бы сказал, фатальным. Очень, я бы сказал, с геополитической и экономической стороны очень невыгодным. Лучше договариваться с таким игроком, как Турция. И, отвечая прямо сейчас на ваш вопрос поставленный, я думаю, что он отправит официальную делегацию на эту платформу. Очень громко и очень реально заявляет об этом при своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поэтому в этом плане, я думаю, что он отправит серьезную и официальную делегацию. Я так вижу, исходя из тех маневров дипломатических, военно-политических, которые сейчас происходят вокруг этого вопроса. В последнее время очень много говорят о формировании такой оси по линии Лондон, Анкара, Киев. Вот, соответственно, ну, возможно, дальше еще на прибалтийские государства. Соответственно, как вы видите, существует ли такая ось международного взаимодействия? Насколько плотно Украина взаимодействует сейчас не только с Турцией, но и с Британией по каким-то общим проектам? И во что это выльется в ближайшее время? Как мы видим, был визит Владимира Зеленского, президента Украины, в Лондон. Даже он встречался, насколько мы видели, из информационных лент, с МИ-6. Это очень такой сигнал, очень серьезный для Москвы, о том, что вопрос идет очень глубоко по взаимодействию и сотрудничестве в военно-технической и, я бы сказал, на уровне спецслужб. Как мы знаем, что, наверное, в Херсоне и, может, и в других городах, там Британская империя, нынешняя Лондон, она сотрудничает с Украиной и оказывает помощь в усовершенствовании украинского флота. Но мы понимаем, что там Британия будет находиться в качестве, ну, я бы сказал, не военной базы в такой развернутом виде, но она будет находиться как единица НАТО, я бы сказал, неформально, которая будет замыкать этот цикл или эту конфигурацию вокруг Российской Федерации, имеется в виду возле Крымского полуострова. И поэтому в этом плане Киев включен в эту систему, но не как субъект, но и как объект. Украина будет использоваться для дальнейшего давления и эскалации между двумя этими полосами. Всегда между Великой Британией и Российской империей отношения были всегда напряженными, и война, она не прекращалась. Так что даже посмотреть историю, даже пролистать, там не было такого хорошего перемирия всегда. Ну, были союзниками против фашистской Германии. Но это пока не было той речи Черчилла, которая ввергла пять мер в холодную войну, и сейчас явно отношения между Британией и Москвой, или между Лондоном и Москвой, они не сами, так я бы сказал, теплые. И Украина в этом плане играет сейчас ту роль, которую можно интерпретировать как причиной, я бы сказал, или площадкой для дальнейшей эскалации и дальнейшего такого противостояния, который может дойти, может даже до военного конфликта. Сейчас все карты открыты, и все сценарии возможны. Об интересах Турции в отношении Украины мы поговорили, а есть ли у Украины какие-то скрытые интересы по отношению к Турции? Ну, помимо ее участия в Крымской платформе, как такого пиар-мероприятия, привлечения внимания международного сообщества к теме Крыма, есть ли еще какие-то интересы? Ну, интересы есть. Во-первых, в плане инфраструктуры есть инвестиции, есть какая-то работа ведется, украинские правительства или государства получают свою выгоду. Ну, каким-то образом можно говорить о прямых инвестициях, можно говорить об откатах. Кстати, много об этом пишут не только в украинских и тоже в турецких СМИ. Но Украина как государство, и в том числе внешполитическое веденство, делает акцент, делает ставку на, как мы говорили, Крымскую платформу. О том, чтобы привлечь и, не бы сказать, использовать, а надеяться на то, что Крым сыграет ту решающую роль в оказании давления и оказании геополитической, дипломатической помощи украинскому государству или правительству. Учитывая, что сейчас Владимир Зелинский находится в очень таком тяжелом положении внутриполитических сколках, потому что коронавирусный кризис, экономический кризис, все это накладывает некое такое серьезное сопротивление на него со стороны оппозиционных сил, потому что у него много. Поэтому в этом плане он надеется улучшить свои внешние позиции для того, чтобы выиграть и внутриполитическую битву, кстати, которая у нас скоро будет, могут быть и парламентские выборы в дальнейшем. Поэтому он все готов для того, чтобы улучшить свои внутренние позиции. Так что в этом плане турецкая карта, она имеет место. Но, естественно, есть еще другие вопросы, связанные с лоббированием вопроса вступления в НАТО, о том, что у него будет хороший адвокат для того, чтобы продвигать эту евроатлантическую интеграцию или вот это направление в западных кругах. Поэтому в этом плане больше на что. Значит, чтобы, наверное, украинские туристы могли, например, с хорошей скидкой, наверное, отдыхать на турецких курортах. Ну, это так. Это не предмет договоренности президентов уже, да, так сказать. Да, ну так, я просто для того, чтобы как-то разрядить ситуацию. У нас вопрос очень серьезный на самом деле. Мы находимся, и мне вот эта атмосфера напоминает Карибский кризис, когда одна ядерная держава шла на другую, уже никто не хочет уступить. Мы понимаем, что вступление в Украину в НАТО, это смертельно для Российской Федерации, она не допустит этого. И с другой стороны, Байден дал свои, говорится, обещания, дал свое слово. И уступить тоже, для гегемона, как США, тоже является в репутационном плане тоже смертельной. Поэтому Карибский кризис в этой версии очень явно присутствует. Поэтому мы на грани очень глобального конфликта. Которая, кстати, причина этому конфликту не амбиции, скажем, этого кубейского лидера тогда. Вопросы очень глубокие, связанные с экономическими интересами. Вот это Nord Stream 2, это второй вид северного потока. Вот там и заключена проблема. Соединенные Штаты Америки не хотят, чтобы Россия получила хорошую квоту, хорошие рынки в Европейском Союзе. Поэтому ради того, чтобы американский газ был, кажется, продан выгодно, хорошо в Европейском Союзе, они могут и пожертвовать украинскими интересами в плане народа. Потому что для американцев, после того, как мы видели, как сбросили две атомных бомбы над Японией, как они поступали во многих странах оккупации Ирака. У нас Афганистан очень цинично. Они считают деньги, а они души носили. Тем более не свои. Но мы будем очень долго, наверное, эту тему поднимать. Кстати, недавно Байден заявил о выводе своих войск, свой военный континент из Афганистана. Но я считаю, это связано с теми маневрами, которые могут эти люди, вот эти военные специалисты, они ничего не умеют делать. Они же не будут на заправках в Америке работать. Они должны работать по дружелю. Поэтому в этом плане я считаю, что этот маневр тоже это сигнал для Москвы. Где они будут устроены, где они будут работать? Скорее всего, наверное, вопрос очевидный. Я благодарю вас за беседу, господин Рамдан. Глядя на улицы некоторых американских городов на этой неделе, нельзя было отделаться от ощущения дежавю. Почти через год после начала так называемых протестов Джорджа Флойда, по сути переросших в американский Майдан, целью которого было не допустить переизбрания Дональда Трампа, американцы снова бунтуют. И снова из-за убийства Чернокожего. В американском штате Миннесота вечером в воскресенье 11 апреля произошли столкновения демонстрантов с правоохранительными органами после нового инцидента с гибелью афроамериканца в результате ранения полицейским. Сотни людей собрались возле полицейского участка в районе Бруклин-центр к северо-западу от Миннеаполиса, чтобы выразить возмущение в связи с гибелью 20-летнего Донти Райта. Для разгона протестующих полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Не менее двух человек были ранены резиновыми пулями. Некоторые протестующие забрасывали камнями полицейские автомобили. Мэр Бруклин-центра Майк Эллиот призвал обе стороны проявить сдержанность. По версии правоохранителей, полицейские днем 11 апреля остановили автомобиль, водитель которого подлежал задержанию на основании ордера. Донти Райт при попытке стражей правопорядка задержать его вновь сел в автомобиль и попытался скрыться. Полицейский ранил Райта выстрелом, однако автомобиль продолжал движение еще несколько кварталов, пока не врезался в другую машину. Донти Райт скончался на месте происшествия. Находившаяся в автомобиле женщина получила травмы, не представляющие угрозы для жизни. Инцидент с Донти Райтом произошел неподалеку от места, где сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен в мае 2020 года на протяжении почти 10 минут душил коленом афроамериканца Джорджа Флойда. Гибель Флойда вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия по всем США. Шовен в настоящее время находится под судом по обвинению в убийстве. Стоит отметить, что в этот раз одним днем протесты и погромы также не ограничились. 14 апреля, то есть на третий день после происшествия, СНН писала следующее, цитата, «Сотни протестующих собрались на третью ночь протестов, чтобы выразить гнев по поводу убийства полицией Чернокожего в пригороде Миннеаполиса, пока прокуратура решает выдвигать ли обвинения против офицера, который его застрелил». По славной традиции американских борцов за расовое равенство, протесты сопровождались жесткими столкновениями с полицией, погромами и мародерством. Как мы уже говорили выше, вся эта история оставляет стойкое впечатление дежавю. Тем не менее, от прошлогодних протестов в БЛМ ее отличает то, что сегодня Байден уже президент, а значит, вся так называемая прогрессивная демократическая общественность на этот раз не станет подстрекать нарушителей общественного порядка и погромщиков к противозаконным действиям. Напротив, если протесты продолжатся, их участников вполне могут объявить внутренними террористами или кем-то в этом роде. Чай не трамповские времена на дворе. А вообще, нынешняя ситуация демонстрирует то, что с избранием Байдена межрасовые проблемы в США никуда не делись. На этом основании можно смело прогнозировать, что в ближайшие годы они еще не раз дадут о себе знать. А в Британии горе. 9 апреля, не дожив до своего сотого дня рождения, около двух месяцев, умер муж королевы Елизаветы II, принц Филипп. В таких случаях, говорят, как правило, уходит эпоха. Только представьте, принц родился в 1921 году и на своем веку успел повидать период, когда Британия еще была владычицей морей, затем Вторую мировую, послевоенный распад британской колониальной империи и трансформацию английских аристократических элит в последние четверти XX века. Помимо всего прочего, покойный был известен своим незаурядным чувством юмора, подчас довольно бестактного. Чего, например, стоит эта фраза? Когда мужчина открывает дверь машины перед своей женой, у него либо новая машина, либо новая жена. А женщине-полицейскому, одетой в бронежилет, принц как-то сказал, что она похожа на шахида. Скоропостижная кончина супруга Елизаветы II открыла миру еще один занятный факт. Оказывается, на одном из островов Вануату принца Филиппа считали богом. Как сообщает BBC, на протяжении многих десятилетий две деревни острова Танна, Якель и Яохнанен, почитали его как очень значимую духовную фигуру. После известия о смерти супруга Елизаветы II местное племя провело торжественную церемонию в честь принца. Старейшины произнесли речи в честь герцога и обсудили кандидатуры возможного преемника. Племя верит, что герцог Эдинбургский был переродившимся потомком очень могущественного духа или воплощением божества, живущего на одной из их гор, объясняет антрополог Кирк Хафман, занимающийся изучением тихоокеанских племен с 1970 года. А на этом наша передача подошла к концу. До новых встреч на канале КРТ.